Добрый день! Приехала ко мне очередная большая посылка, в ней было 11 головоломок. Постепенно буду о них обо всех рассказывать, и начнем мы вот с этой троицы. Это головоломки на основе скьюба серии MiWong. Название у них, согласно производителю, звучит следующим образом. Хун Юан, Облик, Турнинг, Куб. Их три версии. Но можно встретить название Mixup's Cube. Не знаю, откуда оно взялось. На официальных источниках компании MoU я не нашел такого названия. Но в магазинах, во многих местах, я видел именно это название. Ну, не суть важна. Давайте посмотрим сами головоломки. Их три версии. И отличить версии на коробке можно по циферкам. Вот здесь вот. Один, три, здесь вот два. Ну, конечно же, по внешнему виду головоломки. Самая простая на вид. Это версия первая. Чуть посложнее версия вторая. И здесь версия третья. Но также они изображены во всей красе. На самой коробочке. И с их возможностями. Ну, сразу посмотрим. Код товара у них у всех одинаковый. MF 8809. Под одним номером. Три головоломки. Просто их разные версии. Один, два и три. Открываем. Извлекаем. Первая версия. Вторая версия. Кстати, вот здесь вот тоже циферки. Один, два, три. Можете найти. Здесь покрупнее. И третья. Ну, и в чем же разница? Многие наверняка вспомнят по внешнему виду другую головоломку. Maple Leaf. И давайте сразу с ней сравним. Кроме того, по размеру. Maple Leaf был 57 мм, по всей видимости. А здесь 60 мм. Также можно припомнить и Puppet кубы. Обе версии. Они тоже были чуть поменьше. В чем суть? Ну, вращается как сьюб. Никаких фиксаторов нет. Точно так же, как у Maple Leaf. И вот второй такой же головоломки. Но. Почему, возможно, название MixUp все-таки применяют? Если совершить неполный поворот, то можно поменять вот эти элементы. Ну, и завершить. Так перемешиваются центральные. Точно так же это происходило и на скьюбе Maple Leaf. То есть мы делали неполный поворот. И здесь что-то меняли. Изначально, когда я в сети увидел фотографии этой головоломки, я сначала подумал, что это прототипы от Maple Leaf. Что сначала было такого вида, потом усложнили, сделали чуть поинтересней. Почему у Maple Leaf интересней? Ну, потому что если вы с другой позиции будете обменивать, то будете уже разрушать вот этот сегмент из трех элементов. То есть менять уже по одному. Например, вот так. И чуть сильнее запутывается. Да, не делает головоломку прям сильно сложной, но посложнее, чем первая версия MixUp с куба. Уж извините меня, я буду называть их, наверное, все-таки MixUp'ами. Хотя не считаю это правильным. А так как китайское название не очень благозвучное. В итоге получается, что первая версия MixUp'а это лишь упрощенная вариация Maple Leaf. И она будет представлять интерес лишь для тех, кто с этой серией в принципе не знаком. Давайте перемешаем. За один сдвиг можно перемешивать элементы на трех центрах. Дальше нужно сдвигать другие. И еще три можно перемешать. Можно, конечно, по одному перемешивать, но это будет тогда долго. Раз, два, три. Ну, можно сначала перемешать как с куб, потом уже центральный элемент. Можно в любом порядке. Можно в процессе перемешки центров также мешать как с куб. Так. Ну, это, наверное, мы сегодня соберем это быстро. Дальше. Чем отличается вторая версия? Ну, во второй версии, понятно, здесь есть еще один разрез. И да, ее можно перемешивать ровно так же, как и первую версию, совершая обороты центральных элементов на 180 градусов. И мы получим то же самое, что здесь. Но можно совершать повороты на 90 градусов, и гололонг начинает терять форму. Причем, если продолжить перемешивать с неразобранными элементами, все становится еще интереснее. Получаем какие-то вот такие конструкции. Как решается вторая версия? Ну, понятно, редукции до первой. Сначала объединяются все элементы. Да, и потом решается как первая версия. Ну, и в конце надо решить как с куб. Ну, как с куб я тут не перемешиваю. А, еще. Ну, в конце есть хитрый момент, который не всегда сразу решается. Покажу чуть позже. Ну, и третья версия. Также ее можно перемешивать как первую. Да. Но здесь уже каждый вот этот полудиск разделен на три элемента. И можно уже по-разнообразнее перемешивать с изменением формы. Причем, если что вторая, что третья версия заменяет первую. Если делать поворот на 180, то мы получаем из второй и третьей версии первую. То есть на первой можно сэкономить. Но третья версия не заменяет собой вторую. Так как разрезы разные. И не повторяются. То есть вторая и третья версия, они отличны. Ну, понятно, что третью собирать дольше. Хотя и не особо и сложнее. Разница примерно такая, как собирать ребра на 4х4 и на 5х5. Просто больше элементов. Если вы умели собирать Maple Leaf с куб, то легко соберете и MixUp с куб версию 1. Для этого для начала нужно собрать центральные элементы. Тут гадать нечего. А центры крупные. У них просто вот эти полукруги надо менять местами. Давайте найдем белый. Нужно поставить к белому центру. Вот сюда. Давайте сначала попроще. Какую-нибудь ситуацию смоделируем. Ну вот. Этот элемент легко можно поставить вот сюда. Совмещаем. Поворачиваем. Возвращаем. Ищем дальше. Ну, какие-нибудь. Ага. Нет. Нам не подойдет. Ну, давайте вот теперь. Вот такой элемент мы можем поставить вот сюда. То есть, как бы мы его сейчас вот вращать не будем. Хотя, ладно. Его можно сюда поставить. Давайте продолжим. Дальше. Вот белый элемент сюда становится. И давайте вот в четвертый. Так. И мы видим, как-то он не совмещается. Он все подходит к другой стороне. Пробуем по-разному. Никак. Что же делать? Можно, конечно, развернуть вот этот центр. Для этого можно сделать, разместить вот этот элемент сзади. Тут сделать два пиф-пафа. Делаем два пиф-пафа. У нас развернутся на 180 вот эти четыре центра. Да. И теперь их легко объединить. Можно так. Сейчас дальше покажу, как можно еще по-другому. Так. Белый собрали. Ну, собираем те, какие легко собираются элементы. Просто интуитивно. Абсолютно не обращаем внимания на смежные, либо противоположные. Цветные цвета. Здесь это значение не имеет. Так. Синие. Синие поближе поставим. Вот синие и оранжевые хорошо меняются. Так. Вот этот синий надо сюда поставить. Немножко сменим его орбиту. Видим, что вот. Ну, не подходит он. Как можно здесь поступить? Нужно обменять местами два таких элемента, которые находятся рядом с одним углом. Мы правый отводим сюда назад и здесь разворачиваем. В итоге у нас получаются вот эти элементы на линии одного сдвига. И используя вспомахательный элемент вот этот мы забираем элемент отсюда доносим его сюда ну и при необходимости возвращаем этот сюда получается так, что здесь может быть даже собранный элемент и он не пострадает. Ну, если он не собранный, то последнее движение можно не доделывать. И это главный секрет сборки и Maple Leaf и Mixup Cube любых. Все остальное просто и интуитивно. Давайте дособерем. Ну, к примеру, вот сюда оранжевый, отсюда как переставить. Забираем. Вставляем. Ну, эти обменивать смысл нет, они оба зеленые. Дальше. Вот здесь желтый и зеленый. При помощи вот этого белого поменяем их местами. Забираем отсюда. Вставляем сюда. И здесь. Белый на месте, эти два поменялись. Все легко. Дальше опять смотрим. Вот эти два элемента находятся возле одного угла. Вот снизу. Отводим наверх. Здесь разворачиваем. Вот они становятся на одной линии. Так же их обмениваем. Так. Ну, здесь зелено-красные сами легко меняются. И вот остались зеленый-красный. Опять же, возле одного угла. Вот из такой позиции их легко поставить на одну линию. В два движения. Так. Ну и вроде бы центры все собраны. А раз центры собраны, дальше собираем как скьюб. И все должно получиться. Чуть-чуть не хватает фиксации, но вполне терпимо. Первая версия собрана. Ничего сложного. Гораздо легче, чем Apple Leaf. Но какой-то свой интерес есть. Теперь давайте немножко посмотрим на вторую версию. И понятно, что здесь сначала мы также интуитивно спариваем все цветные элементы, чтобы они были вот такими полудушками, после чего оставляем их по своим местам. Но в конце может возникнуть такая ситуация, что останется один элемент, который стоит неправильно. А именно вот такая вот ситуация. Мы видим, что все собраны. Ну, пусть не на своих местах, но все элементы собраны. И вот два элемента находятся не в своей плоскости. И обменять их не с чем, так как мы будем разрушать. будем, например, желтым. У нас получится два плохих элемента. И как бы мы с ними здесь не работаем, ничего хорошего не получится. Но на помощь придут элементы такого же цвета, и их нужно помимо вот этого еще два правильно собранных. И здесь достаточно интуитивно комбинируя эти детальки, можно все это решить. Разместим все на одной линии, и вот это причем посерединке. Да, вот один, второй, третий. Ну, и начнем их как-то менять между собой местами. Даже вот так. После чего они собрались. Примерно таким же образом решается похожая ситуация и на третьей версии. Просто нужно три одноцветных полукруга расположить рядышком и за счет других одноцветных что-то решить. По крайней мере, так это делаю я, когда собирал. А сейчас перемешаем их до полного безобразия, на этом будем заканчивать. Что интересно, здесь нет таких поворотов, если мы не совмещаем прорези, что скил потом не будет вращаться. Всегда здесь все вращается. Вот примерно такой вид все это принимает. Вторая версия, третья версия. Первая версия мы уже собрали, там все поскучнее. В итоге, стоит ли покупать такие головоломки? Как говорил один человек, они стоят так дешево, что их можно купить просто из любопытства. Но если вы хотите сэкономить, но полностью познать все разнообразие сборки, вы можете не покупать первую версию, так как ее функционал включен и во вторую и в третью. Каждая из которых решается редукцией до первой версии. Головоломки неплохо вращаются, достаточно легко собираются, но не так быстро, как обычный сьюб, то есть на них можно потратить время. Стоит недорого, вращается неплохо, отличается от Mapple Leaf, поэтому для коллекционеров, да и для любителей не очень сложный головоломок вполне подойдут. А на этом все, всем спасибо, всем пока.